5 мая 1913 года в Самаре в Мещанском или Новомещанском поселке состоялось общее собрание членов общества взаимопомощи неимущих мещан под руководством Кашкина. На этот раз на собрание явился почти весь состав общества в количестве 16 человек. А мы с вами говорим о Мещанском поселке и возвращаемся на 100 с лишним лет назад. Есть, говорят, мещанские предметы. И даже есть мещанские цветы. Вот эта жизнь мещанская, а это хороший вкус и с красотой на ты. Мещанский или Новомещанский поселок находился когда-то на северо-востоке Самары. На юге он граничил с солдатской слободой, а на западе с артиллерийскими казармами. Сегодня от этого поселка не осталось и следа, но кое-чем он все-таки запомнился. Вот об этом мы вам сегодня и расскажем. Итак, Новомещанский поселок, май 1913 года, собрание членов общества взаимопомощи неимущих мещан. Прежде всего на этом собрании было выбрано новое правление общества, а вот потом заслушан финансовый отчет за предыдущий 1912 год и вопрос о помощи члену общества Тимофееву. Все дело в том, что место, занимаемое его домом, потребовалось городу для постройки школы, но в ответ на просьбу Тимофеева помочь ему, управа отказала. Собрание постановило произвести сбор денег в пользу мещанина Тимофеева, о чем в дальнейшем и было решено просить полицмейстера. Также решено было обратиться к домовладельцу Тиханову с просьбой разрешить устроить в его доме лекцию в четвертый раз, так как три состоявшиеся лекции не смогли удовлетворить всех желающих. Мещанин в Самаре мещанин культурный и образованный, хоть и неимущий, на этом настаивало собрание и каждый, кто выступил на нем. А впрочем, в 1913 году членами этого общества были уже не только мещане, но и представители других сословий, также проживавшие на северо-востоке Самары. В силу этого на этом же самом собрании было решено изменить устав общества и именовать его далее обществом жителей новомещанского поселка. Мещанин Михаил Петров Зотов, старик 70 лет, дряхлый и одинокий, проснулся от холода и старческой ломоты во всем теле. В комнате было темно, но лампадка перед образом уже не горела. Зотов приподнял занавеску и поглядел в окно. Облака, облегавшие небо, начинали уже подергиваться белизной, и воздух становился прозрачным. Стало быть, был пятый час, не больше. Зотов покрякал, покашлял и, пожимаясь от холода, встал с постели. По давнишней привычке он долго стоял перед образом и молился, прочел «Отче наш», «Богородицу», «Верую» и помянул длинный ряд имен. Кому принадлежат эти имена, он давно уже забыл и поминал только по привычке. По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенький четырехногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость. Жизнь каторжная. Парчалон перекатывал языком во рту крохи черного хлеба. Эка, доля собачья, чаю нету. Добро бы простой мужик был, а то ведь мещанин, домовладелец, срамота. В августе 1913 года мещанка Анна Половинкина, проживающая в новом мещанском поселке, заявила о том, что у нее из незапертой квартиры похищено вещей на 4 рубля. По обвинению в этой краже была задержана крестьянка Евдокия Елисеева, которая в краже созналась и выдала похищенное. А вот мещанка Дудникова, проживающая в новом мещанском поселке в собственном доме, заявила полиции, что в конце сентября 1913 года из ее дома было похищено разных вещей на сумму больше чем в 100 рублей. Дознанием было установлено, что вещи у Дудниковой похищал ее муж Филипп Дудников, который был задержан в краже, сознался, но заявил, что все похищенные вещи он продал, а деньги пропил все до копейки. А вот еще, и это тоже сентябрь того же самого 1913 года, крестьянин Афанасий Липовников, проживающий в новом мещанском поселке, заявил, что из его дома похищено разных вещей на сумму 80 рублей. Полиция выяснила, что вещи эти похитила мещанка Чатыракова, которая была задержана, в краже созналась, но рассказала, что все похищенные она распродала разным лицам на Троицком базаре, где часть сворована была разыскана и возвращена к терпевшему. Но одно дело кража из незапертой квартиры и совсем другой грабеж среди белой дня. И здесь, в новом мещанском поселке, случалось и то, и другое. Так, 26 декабря 1913 года некто Плотников заявил полиции, что на углу дачной и городской улиц на него напали двое неизвестных мужчин, которые отняли для него пиджак и шапку, стоящие 13 рублей 60 копеек. Так жил, оборовал и грабил новомещанский поселок, а еще ловил похитителей и наказывал виновных. Те, конечно, каялись, что-то лепетали про несложившуюся жизнь и все такое прочее, а потом принимались за свое снова. Между тем сквозь утреннюю мглу стало пробиваться солнце. Его косые лучи заскользили по осенней изморозе. Послышались голоса и шаги. Зотов поставил на место метлу и пошел со двора к своему куму и соседу Марку Ивановичу, торговавшему в бокалейной лавочке. Придя к куму, он сел на складной стул, степенно вздохнул, погладил бороду и сговорил о погоде. С погоды кумовья перешли на нового диакона, с диакона на певчих, и беседа затянулась. Незаметно было за разговором, как шло время. А когда мальчишка-лавочник притащил большой чайник с кипятком, и кумовья принялись пить чай, то время полетело быстро, как птица. Зотов согрелся, повеселел. А у меня к тебе просьба, Марк Иванович, начал он после шестого стакана, стуча пальцами по прилавку. Уж ты того, будь милостив, дай и сегодня мне восьмушку овса. Дать-то можно, вздохнул кум. Отчего не дать? Но на кой леший, скажи на милость, ты этих одров держишь? Добро бы лошадь путевая была, а то, фу, глядеть совестно. А собака, чистый шкелет, на кой черт ты их кормишь? Куда же мне их девать? Известно куда, сведи их к Игнату на живодерну. Вот и вся музыка. Давно пора им там быть, настоящее место. Так-то оно, так, оно, пожалуй. Что ж, а мы теперь поговорим о других историях и случаях, происходивших в Новомещанском поселке сто с лишним лет тому назад. Так, в сентябре 1913 года во дворе дома некоего Косицына, проживающего на Чернореченской улице, в доме номер 394, произошел пожар в сарае. Огонь быстро распространился на соседней постройке, уничтожил новый, еще не перестрахованный двухэтажный дом и флигель. Убыток от пожара составил больше двух тысяч рублей. А вот его причиной стала шалость детей, игравших с огнем. Да уж, с такого-то горя можно и выпить. И вот, кстати, здесь неподалеку есть шинок в доме номер 618 в Новомещанском поселке. Правда, в ноябре 1913 года околочный надзиратель Судаков этот шинок в доме Виссареновой обнаружил и составил протокол. Но то дело в ноябре, а сейчас на дворе, может быть, уже декабрь месяц. А вот в декабре мещанскому поселку было совсем не Дошенков. Впрочем, Дошенков ему дело было всегда и зимой, и летом. Но, как бы то ни было, 6 декабря в четвертую полицейскую часть явилась казанская мещанка Бурлитова, 56 лет, проживающая на холерных кладбищах. И заявила о том, что неделю назад в Новомещанском поселке, встретив ее вечером, ее избили и изнасиловали двое молодых людей. Ефим Михайлов и Григорий Малеров. О происшедшем было сообщено товарищу прокурору и судебному следователю. А вот кто сообщил об этом газетному репортеру, нам неизвестно. Но уже три дня спустя об этом происшествии в Новомещанском поселке уже знал весь город. Что ж, здесь все свои, и от своих нам скрывать нечего. В сарае издохнут, думал Зотов. Неж ты впрямь к Игнату. Изба Игната стояла на выгоне, в шагах ста от шлагбаума. Зотов, еще не решивший окончательно и не зная, что делать, направился к ней. У него кружилась голова и темнело в глазах. Мало он помнил из того, что произошло во дворе живодера Игната. Ему помнится противный тяжелый запах кожи, вкусный парад щей, которые хлебал Игнат, когда он вошел к нему. Точно во сне он видел, как Игнат, заставив его порождать часа два, долго приготовлял что-то, переодевался, говорил с какой-то бабой о Сулеме. Помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались два глухих удара, один по черепу, другой от падения большого тела. Когда лыска, видя смерть своего друга с визгом, набросилась на Игната, то послышался еще один удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он с дуру из пьяна, увидев два трупа, подошел к станку и подставил свой собственный лоб. Потом до самого вечера его глаза заволакивало мутной пеленой, и он не мог разглядеть даже своих пальцев. А мы, между тем, возвращаемся на собрание общества немущих мещан или жителей нового мещанского поселка, состоявшееся в мае 1913 года. На этом же собрании ребром был поставлен вопрос об учреждении полицейского поста в поселке, а также с благодарностью принято предложение помощника присяжного поверенного Кравченко о бесплатной юридической помощи членам общества. С большим воодушевлением участниками собрания было выслушано сообщение о том, что с 5 мая в поселке начнет функционировать общественная чайная по праздничным дням, доходы от работы которой будут поступать в фонд общества. Что ж, копейка рубль бережет. Берегла копейка рубль и немедленно после собрания, по окончании которого доктор Марков прочел для желающих лекцию на тему пища и характер. Сбор за вход на эту лекцию выразился в сумме 2 рубля 45 копеек. Невелик доход, но дорог. Похищенные вещи и незапертые квартиры, шинки и общественные чайные. Лекции собрания неимущих мещан. Так жили когда-то районы, ставшие сегодня совсем другими. И сегодня никому и в голову не может прийти, о чем думали мещане Дудников и Евдокимова, полагавшие, что весь мир кружится вокруг их курятников. Есть вкус плохой и есть хороший вкус, как есть на свете заводи и реки. И все-таки я утверждать берусь, мещанство не в цветах, а в человеке. С вами был Михаил Перепелкин.